Созданием традиционного белорусского пояса занята Татьяна Шмелева. В культуре народа такой элемент одежды значил очень много. Украшал, помогал в быту, использовался в обрядах, оберегал от напастей. На специальном станке женщина ниточка к ниточке собирает будущее изделие, как это делали ее предки. В доме в нашем был такой большой-большой станок на полкомнаты. Мама занималась качеством. А сейчас этот процесс немножко упростили. Для поясов, например, можно использовать такие маленькие станки. Они называются кроссно на белорусском языке. Мама Татьяны Ивановны в основном ткала большие полотна. Полотенца покрывала постельное белье. Этот коврик тоже ее рук дело. Теперь он стал частью экспозиции в Национально-культурном доме белорусов Уссурийска. Обосновались здесь и другие атрибуты старины. «Это вот от тех времен запчасти, ниты называются. Это вот челноки. Сюда вставляли нитку, такую палочку с нитками намотанными. И потом, как вот я сейчас делаю, такой челнок». Постепенно обретает очертание аист – крылатый символ Белоруссии. Уверенными движениями Анатолий Черевко добавляет своему творению все новые штрихи. По замыслу мастера птица должна как бы застыть в движении с широко распахнутыми крыльями. Чтобы работа была не только красивой, но и прочной, скульптор прибегает к помощи современных материалов. «Здесь используется гипс, используется шпаклевка, потом металл используется для каркаса, делается. И сейчас новые сеточки пошли, даже видать, а не для того, чтобы укреплять, чтобы связывающие вещества были, чтобы лучше она держалась». На все руки мастер. Это про Анатолия. Мужчина известен в нашем городе, как резчик по дереву. Такой вид творчества тоже значим в белорусской культуре. С давних времен люди изготавливали из дерева орудия труда, мебель, бытовые предметы. Особенно популярно было вырезание ложек. Такие точно не купишь в магазине. Подробнее о национальных ремеслах расскажет в Белорусском культурном доме, который находится на Некрасово, 92.